Привет, друзья! Меня зовут Оксана. Сегодня будет влог, который я планировала очень и очень долго, но хотелось собрать всю информацию, чтобы прояснить картинку целиком. Моему каналу почти год. За это время я много где была, много где путешествовала, все снимала, все можно посмотреть во влогах. Уже больше, чем полгода я живу в Шанхае, но это моя не первая поездка в Шанхае. До ковида я также жила в Шанхае, и если взять суммарно, то в Китае я всего 9 лет. Так что это видео будет осознанного человека, который прожил в Китае почти 10 лет и знает, о чем он говорит. Ну, или можно сказать, знает его со всех сторон. Плюсы и минусы о Китае я выписывала достаточно долгий срок, чтобы понимать в моменте, на что я реагирую, что мне нравится, что мне не нравится, да, и подвела общий итог, собрала эту общую картинку, и сейчас вам все расскажу, к чему нужно быть готовыми, когда вы переезжаете или просто приезжаете в Китай. Начну, пожалуй, с минусов. Один из самых больших минусов — это использование VPN. В Китае заблокированы все социальные сети. Не только Инстаграм. Это также и WhatsApp, и Telegram, и Facebook, и обычный поисковик Google Safari. Это связано с тем, что политика Китая предусматривает, что китайцы должны смотреть только китайские новости, и зарубежные новости, они не должны на это акцентировать внимание, а слушать свое правительство. Вот. Конечно же, с помощью VPN можно зайти, но вот я сейчас нахожусь в России, и вам могу сказать, что здесь VPN, даже тоже запрещенный в сети Инстаграм, работает намного быстрее, чем там. Там все VPN провайдеры отслеживаются и блокируются. То есть если вы попользуетесь пару дней, то там через пару дней вы уже не сможете зайти под этим VPN. Все сложно, но можно. YouTube, кстати, там тоже заблокирован. Скорее всего, этот минус нужно было пустить первым. Незнание английского языка. Да, согласно, китайский язык очень сложный, и изучить его, в принципе, даже для китайцев очень тяжело. Но знать какие-либо базовые вопросы, базовые ответы, чтобы помочь другим людям, я считаю, что нужно, поэтому сразу вам скажу, что если вы планируете свое путешествие, то лучше всего запастись словариком китайского языка. Очень сложно найти людей, и это возможно, я расскажу это в плюсах, но тяжело найти людей, хоть, как я сказала, может, в каких-то туристических местах, кто будет говорить на английском, или хотя бы знать какие-то базовые вопросы, чтобы помочь вам ответить или помочь вам как-то сориентироваться. Вот, поэтому я считаю, что это огромный минус, прям такой жирненький. Идем дальше. Это очереди и пробки, но не просто пробки в машине, а из людей. Очереди и пробки из людей. В Китае час пик начинается с момента, как люди просыпаются, и заканчивается, как люди засыпают, скажем так. Не бывает такого, что, знаете, как в больших городах, в той же Москве или Санкт-Петербурге, когда, например, есть час пик, да, это перед началом работы и после окончания работы, что в метро, общественный транспорт, те же автомобили, вы стоите постоянно в пробках, да, там будут пробки из людей постоянно. Вы не сможете полететь в соседний город и подумать, ага, я, например, выбираю там 5 рейсов, допустим, в неделю в соседний город из Шанхая. Вы такой, наверное, в обед будет меньше всего людей. Или с утра, или вечером. Нет. Самолеты всегда битком. Поезда всегда битком. Очереди всегда битком. И еще они постоянно очень так теснятся. У них нету, им как-то, я не знаю, спокойнее, что ли, когда рядом стоит другой человек. Поэтому у них достаточно плотно, да, и вы все время стоите в очередях. Если вы чуть-чуть отодвинетесь от человека, он к вам пододвинется. Поэтому вот эти вот вечные очереди и пробки из людей, они, конечно, если вы любите такое вот личное пространство, будет немного тяжело. К этому нужно будет привыкнуть. Следующий минус – это менталитет и этика китайцев. Это огромная такая глава, наверное. И этому минусу можно уделить очень большое количество времени. Но я всегда оправдываю их поведение, их поведение тем, что они такие. В каждой стране есть свой характер нации, что ли, как сказать, свои привычки, да, которые являются нормой где-то и не нормой где-то в другой стране. Китайцы очень некультурные. Но некультурные – это для нас, потому что мы воспитаны по-другому. Для нас неприемлемо, извините меня, харкаться, плеваться, пукать и все прочее на улице. Для них это нормально. И если вы попробуете что-то объяснить, они не поймут совершенно, что вы от них хотите. Потому что так делают все. Так делали его родители, так делали родители его родителей, так делают его друзья. Все вокруг так делают. И какой... Что вы хотите доказать китайцу, это будет очень сложно. Конечно, есть китайцы более воспитанные, да, более западные люди, которые путешествуют, которые живут в других странах, которые живут на две страны. Они более воспитаны, потому что они поведали мир, они понимают, что мир живет по-другому, да, и уже находясь в тех странах, в которых они живут, вторую страну, ту же Америку, да, они возвращаются в Китай и живут уже, тоже меняют свое мировоззрение, что тоже нормально для любой страны. Вот. И здесь, я считаю, тоже нужно принять, да, это некрасиво, да, это некультурно, но это, ну, вот такая нация. Идем дальше. Огромный минус, я просто, просто для меня это всегда было огромной проблемой. Сейчас, извините. Это байки и умение водить и не следовать ПДД. Именно для байкеров, именно для людей, в которых мопеды, велосипеды. Для нас сейчас в России это проблема самокатчики. Пробязательно так же там водят байкеры. Их очень много. Когда я говорю, что их очень много, вы даже себе не представляете. Их реально очень много. Им выделены в некоторых городах отдельные полосы, например, в Шанхае, где я жила и буду жить дальше. Отдельные полосы для байкеров, велосипедистов, они совершенно не соблюдают ПДД. Они, я не знаю, постоянно подрезают друг друга, машины, людей. Если сначала ты нормально реальдируешь, то после, конечно, становится уже тяжело. И ты постоянно злишься. Я люблю общественный транспорт в Китае. Мне нравится пользоваться велосипедами, но там так это опасно, потому что они просто мчатся, как сумасшедшие. Но это связано с доставкой, конечно, чтобы быстро все довести. Вот. Поэтому очень неприятно. Нужно быть осторожным, нужно быть аккуратным, смотреть в оба и контролировать постоянно ситуацию. Еще один огромный минус – это что в Китае нет центрального отопления. Так что люди, которые живут в России, не надо жаловаться. Поверьте мне, центральное отопление – это реально тема. Потому что если нет центрального отопления, то обычно в квартиры ставят кондиционеры, либо обогреватели, и то не всегда. Но сейчас обычно уже почти везде есть. Я считаю, что это проблема. Потому что зимой у них очень холодно. Ну, в городах, где, конечно же, климат зимний. Вот. И у меня были ситуации, когда я заселялась, например, в квартиру. Это еще было, когда я работала моделью. По контрактам летала в Китай. Я облетала почти весь Китай. Вот. И мы прилетели в Пекин. И не работал кондиционер. Было ужасно холодно. Нам сказали, ну, типа, завтра будут починить, сегодня поспите в куртках. В куртках, шапках и в обуви. И когда ты им отвечаешь, что, типа, что, простите, какие куртки, они не понимают твоего возмущения. Типа, ну, это же нормально, а в чем ты еще будешь спать? Поэтому берите на заметку обязательно, чтобы отель, если вы останавливаетесь, или квартира, чтобы был кондиционер, настроенный на теплый воздух. Еще один минус – это плесень и тараканы в определенных регионах страны. В Гуанчжоу, больше в южных частях, да, очень огромная влажность, ну, огромная, так, наверное, не говорят, большая влажность, и за счет этого в квартирах образуется плесень. Ее очень тяжело вывести, она повсюду, у них практически нет пластиковых окон, и вот за счет этой влажности везде у них плесень. И еще огромный минус – это тараканы. Тараканы немаленькие, тараканы огромные, вот, и, конечно, если вы боитесь насекомых, то будет сложно. Обязательно, если вы ищете квартиру, все это нужно смотреть, узнавать у арендодателя, да, потому что, ну, вывести их сложно, и не очень приятно. У меня была ситуация, когда ночью на мне на лицо упал таракан, это мой самый большой страх, боже мой, вот, поэтому я вам не советую такой опыт, он очень мне неприятный. Такой обширный минус – это политика отношения к иностранцам. После ковида очень жесткие правила ввели, да, жесткие законы по отношению к иностранцам, к получению визы, к получению рабочей визы, к пребыванию в стране, что вы можете делать, что вы не можете делать. Если вы все-таки планируете пребывание в стране на долгий срок, то я все-таки эти нюансы советую вам прояснить, да, также по поводу ведения бизнеса, открытия своих компаний. Это все не так просто, как в той же России сделать иностранцу, к примеру, как китайцы приезжают, открывают свой ресторан, открывают свой бизнес, им проще. В Китае это сделать сложно, политика очень тяжелая, и, ну, не очень приятно, потому что есть люди, если я спокойна за счет того, что уже очень много лет живу в Китае, реагирую на это, то люди, которые приехали впервые, они, конечно, расстроятся и будут чувствовать, что они никому там не нужны. Вот, поэтому к этому нужно быть готовым. Это такая политика по отношению к иностранцам. Она случилась после ковида, потому что китайцы хотят укрепить сначала внутреннюю политику, да, чтобы хватило работы всем и своим, китайцам, а потом уже подумать об иностранцах. За счет этого законы для иностранцев, они жестче. Один из самых больших минусов, на мой взгляд, это невозможность получить китайское гражданство. Если у вас мама или папа не китайцы, то это просто невозможно, это вообще нереально. И либо у вас есть, наверное, возможность, если у вас муж или жена китайцы, да, то, возможно, вашему ребенку повезет. Но эти моменты тоже нужно уточнять. Я не сильна в них, но такого, что получить гражданство, прожить несколько лет, я не знаю, внести вклад в страну, это, конечно, к сожалению, все нереально. Один большой минус – это экология. Блин, это прям такой шернючий минус. В Китае очень много красивых мест, действительно красивых. Я, скорее всего, об этом расскажу еще точнее, точно расскажу в плюсах, но за счет того, что у них большая плотность населения, у них плотные города. То есть у нас, например, даже на поезде, если едете, город, потом какие-то просторы, деревушечки, да, очень много зелени, и потом только еще один город. Там такого нет. Там начинается один город, тут же заканчивается другой, никаких границ нет, все это с заводами, с выхлопными газами. Даже если у них очень много зелени, этого не хватает. В городе загазованность, и не раз были ситуации, когда есть приложение специальное, где ты проверяешь уровень качества воздуха сегодня, да, например, и в приложениях написано «закройте все окна, не выходите из дома». То есть бывает такое, что воздух очень плохой, и как бы маски, это до ковида еще была неотъемлемая жизнь, неотъемлемая часть для жизни в Китае. И еще один минус, который я подчеркнула для людей, потому что посмотрят его разное количество людей, да, кто-то приезжает по работе мужа, по работе жены, найти там, найти себе работу, открыть бизнес, и эти люди уже с детьми. У меня очень много друзей, да, у кого есть дети, вот, и кто мне, с кем я общаюсь, и они мне жалуются на очень дорогое образование для детей. Мне кажется, такое и для китайцев, и для иностранцев, если я не ошибаюсь, разницы нет, но для иностранцев знаю точно, что очень дорого, очень дорого пойти в садик, очень дорого пойти в школу, есть, конечно, там какие-то нюансы, но действительно, если вы хотите приехать с ребенком и отдать его в какую-то школу или какой-то сад, придется, конечно, выложить очень большие деньги. На самом деле, есть еще куча мелких минусов, да, которые я бы могла рассказать, но из основных, что можно рассказать о Китае и о больших городах, то я вам сказала, просто дам совет на будущее по минусам Китая, нужно лететь настроенным на то, что это такая нация, это такая страна. Чем проще вы будете и легче относиться, тем проще вам будет адаптироваться к жизни в Китае. А в этом вам уже помогут плюсы жизни в Китае, я их обожаю, я их писала, их больше, и они действительно перекрывают все минусы, поэтому слушайте внимательно плюсы Китая. Итак, самый первый плюс это безопасность, суровость законов. Это очень крутой плюс, потому что в Китае я лично, как иностранка, чувствовала себя безопаснее, чем я сейчас нахожусь в России. Это правда. Это связано с огромнейшим количеством законов и их суровостью, их наказания. Вы можете посмотреть в интернете, я не могу вам рассказать про все законы, но если вы прилетите в Китай, вы можете быть спокойны. Я миллион раз рассказывала в своих влогах о том, что вы можете что-то потерять, что-то забыть. Никто никогда в жизни не возьмет эту вещь, потому что это не его. В Китае есть доставка, я про этот плюс расскажу позже, просто как пример для вас. ее оставляют вот у входа в дверь. Прямо вот входа в квартиру, входа в дом, даже если это будет находиться на улице и доставщик не может зайти. Никто, никто не возьмет эту доставку. Никогда. Во-первых, это связано с суровостью законов, повторюсь, а во-вторых, с менталитетом людей, что они, для них это ненормально взять чужую вещь. А в-третьих, это камеры. В Китае повсюду стоят камеры. Когда я говорю, что повсюду, это не значит, что одна там, другая там, где-то там через 200-300 метров. Камеры располагаются просто повсюду. Вообще, они отсматривают каждый уголок. У них работает система 5G. Если вы нарушили закон, вас спокойно найдут по камерам везде, они просто отсканируют ваше лицо. За счет этого вы можете по прилету чувствовать себя безопасно. Вот за это я просто даю 100% гарантии безопасности в Китае просто на высшем уровне. Один из моих самых любимых плюсов это дешевые продукты и их разнообразие. Если вы такой же любитель фанат зелени, как я, то там ее столько много и она такая дешевая, что вы себе не можете представить. Даже если вы не хотите готовить, сама по себе китайская еда очень дешевая. Разнообразие еды это если вы в Китае можно найти в больших городах, например, я живу в Шанхае, очень много разнообразных кухонь мира, правильно я сказала? То есть, неважно с какой вы страны, мексиканец, русский, украинец, белорус, я не знаю, американец, любая кухня там есть индус, очень популярная индийская кухня, которая готовит истинные индусы. Поэтому можете не переживать, что вы будете скучать по еде. Ну и если не хотите куда-то ходить, то все можно купить и очень-очень дешево купить и приготовить. Один минус, в Китае очень дорогая говядина, но ее можно заменить свининой, если вы не против, или где-то кушать в ресторанах выйдет намного дешевле, чем если покупать килограмм. Еще один мой любимый плюс это доставка до двери всего. Просто всего. И сама скорость доставки. В России я столкнулась с этим, когда прилетела. Я заказала там подушки, что-то, какую-то кухонную утварь. Все шло очень-очень долго. Очень долго. В Китае такого нет. Бывает так, что вы можете заказать и на следующий день это уже придет. Бывает максимум. Вот у меня было даже из других городов Китая, даже если они находились очень далеко. Ну, два дня. Это максимум. И просто вы можете заказать все. Вот я не знаю, просто вот все. Представьте все, что есть в этом мире. Все можно заказать на Таобао. На том же, да, на доставке. И скорость. Скорость это вообще моя любимая. Я в Китае очень лентяйничала. Все можно заказать. Кофе, Старбакс, еду, мороженое, пироженое. Очень круто. Доставляет очень быстро. Вот. Доставщики работают у них на Ура. Их очень много. Классно. В Китае действуют свои удобные и платежные системы через телефон. Это Алипэй, это Вичат. То есть все можно оплачивать через приложение. К примеру, Вичат. Вы там и оплачиваете, вы там же общаетесь. Это Инстаграм, это и WhatsApp по совместительству, еще и платежная система. Очень удобная, очень легко. Везде это принимается. Подключается это супер легко. В любой можно прийти банк, к примеру, да, и вам в этом очень помогут. Не волнуйтесь. Огромный плюс, я уже сколько раз говорила слово огромный плюс, это культура. Культура, местный колорит, достопримечательности страны, путешествия по стране, это прям такой жирный плюс. Сейчас в Инстаграме, в ТикТоке вы видите очень много рилсов, где указаны какие-то либо места и везде подписано там, ну не везде, подписано Китай и какой-то город. Это правда. В Китае очень много красивых мест. В Китае очень интересная культура, очень интересный колорит людей. Они совершенно другие. Они разнятся от провинций, от городов, от там запад, юг, север, восток. Это все очень интересно. И если вы приехали в Китай, я советую вам путешествовать по стране. Это как, знаете, в Америке китайцы тоже любят путешествовать по стране, брать машину, да, потому что действительно есть что посмотреть. У них очень интересно в каждой провинции своя кухня, своя культура, свои какие-то красивые вот эти вот зеленые леса, поля, это горы. Ну, просто невообразимо красиво, правда. Один плюс, который вроде бы не такой большой, но мне он кажется значимым, это уличные туалеты. Я знаю, что, наверное, по-вашему это странно, да, но в России такого нет. Вот захотела ты пописать, извините, да, за подробности, куда ты пойдешь. Дай бог тебя пустят в какое-то кафе, и то у нас обычно закатывают глаза, и куда-то там разрешают. В Китае такого нет. В Китае уличных, очень много уличных общественных туалетов везде. Просто по улице, на каждой станции метро есть туалет. Они чистые, они приличные. Понимаете, это так удобно, это очень удобно. Вы гуляете в парке, захотели в туалет, вам не нужно идти в эту кабинку, там в Китае по-любому будут туалеты. Ну, то есть, это все настолько классно, да, все сделано для вас, все сделано для того, чтобы гуляли, и наслаждались жизнью. Еще один плюс это здоровье нации. Я считаю, что китайцы долгожители за счет чего? За счет того, что они очень правильные, ведут образ жизни. Не знаю, как правильно объяснить, но каждый вечер, каждое утро вы можете заметить, как в парках бегают, танцуют, делают зарядку. И делают не как по одному человеку, а собираются группами, люди танцуют, разминают взрослое поколение, среднее поколение. Это очень классно. Я считаю, что это привычка очень крутая для здоровой нации, для здоровья нации. И я все хочу, чтобы в России тоже так было, потому что, ну вот представьте, соберутся люди в парке, например, да, начнут у вас в городе танцевать. Все позвонят, например, в психушку и скажут, что там какие-то сумасшедшие, там такого нет, это нормально. Ну и это действительно круто. Сделать зарядку с утра, сделать зарядку вечером, почему бы нет. Еще один плюс, который я очень люблю, это дружелюбность. Именно к тебе, как иностранцу, именно к китайцу, которые знают английский язык. Мы здесь, иногда я очень долго думала, как вам объяснить дружелюбность и поняла, что да, наверное, все-таки это дружелюбность. Если китайцы, которые знают английский язык, сколько раз у меня было случаев, сколько раз у моих друзей, у знакомых, у моего мужа были случаи, когда ты стоишь в каком-то месте, даже с переводчиком, пытаешься что-то объяснить и китайцы вообще тебя не понимают, пусть это магазин или торговый центр или там что-то еще, и будет идти где-то китайц, который говорит на английском языке, он обязательно остановится и скажет, чем я могу вам помочь. Это очень крутой плюс и люди, которые знают английский язык, они всегда идут на помощь. это здорово, действительно здорово, и мне кажется, что это надо выделить плюсы, потому что, чтобы вы не переживали, что вам точно нигде не помогут. Если мы будем в больших городах, то, скорее всего, помощь придет. Огромный плюс для вас, если вы летите в Китай работать, это трудолюбие китайцев. Блин, китайцы настоящие трудяги, вот это реально пчелки, которые пашут. я уже приехала в Россию и заметила, как люди здесь не хотят работать. Все ленятся, все переносят что-то на завтра, все равно другой ритм жизни, там такого нет, там реально они трудоголики, и, блин, когда ты приезжаешь, ты только стимулируешься, да, в общем, ты на них смотришь, и они стимулируют тебя к трудолюбию и к работе. Плюс это хорошая зарплата для иностранцев. Я считаю, что это действительно большой плюс, я знаю очень много примеров, что даже американцы, хотя у них и неплохие зарплаты, приезжают работать, например, учителями, так как они являются native speakers английского языка, да, и получают очень хорошие деньги, при этом компании предоставляют им жилье, предоставляют какие-то там pocket money, да, деньги в неделю, и плюс зарплата. Поэтому я считаю, что если вы ищете возможность переезда, то это отличный вариант, потому что и зарплата достойная, и жизнь достойная. Так, мне доставка пришла, подождите. На чем мы с вами остановились? Хорошая зарплата, я сказала. Так, идем дальше. Надеюсь, мой макбук не сядет, у меня остался один процент, подождите. Я записала, если вдруг сядет ноутбук, то мы с вами быстренько посмотрим планы. Итак, ускоряемся. Удобство жизни в Китае, станции пауэрбанков, аренда зонтов, это все очень круто, очень удобно, выходишь из метро, зонт не взял, пошел дождь, взял его в аренду, отсканировал приложение, заплатил там 20 рублей, 30 рублей, вставил зонт, принес на следующий день, или нашел такую же удобную точку. И еще один крутой плюс, это станция пауэрбанков, если у вас сел телефон, вы можете взять пауэрбанк, просто везде, вот они реально, эти станции стоят везде, вы сканируете QR-код, берете пауэрбанк, стоит копейки, 50, 100 рублей, вносите залог, также 100, 200 рублей, и пользуйтесь своим телефоном. Так, мне сейчас телефон просто звонками разрывает, давайте ускоримся. Общественный транспорт, обожаю этот плюс, в Китае очень развит общественный транспорт, его очень много, и он действительно дешевый. Метро дешевое, чистое. Честно, в Петербурге достаточно грязное метро, туда ходят люди все от самого низшего класса до высшего класса, в Китае такого нет, например, в Шанхае, потому что, в принципе, Шанхае дорогой город, и там нет людей, скажем так, кстати, это плюс отсутствия бомжей, реально в Китае я вообще никогда не видел бомжей, там это огромный плюс, такого нет, поэтому метро очень чисто, и также, если вы не хотите пользоваться метро, есть такси, такси заказываются через приложение, это очень удобно, очень недорого, блин, я не знаю, и велосипеды, я все лето прокаталась на велосипедах, очень удобно, стоит 30 рублей, 20 рублей, и спортом позанималась, и доехала до нужной точки. Один из огромных плюсов, это доступная жизнь и цены на бытовые расходы, это правда, в Китае, все за счет того, что все можно заказать, все очень дешево, в России действительно дорого, я планировала купить тарелки, в Китае я могла их купить, все, у меня села мой бук, в Китае я могла их купить за 100 рублей, да, здесь я такого 2, например, да, или одну, красивую какую-то, здесь такого нет, вы здесь такого не найдете, в Китае, в Китае, ой, точнее, в России, за счет того, что санкции, логистика, плюс нужно какую-то накрутку сделать, да, никто не хочет делать накрутку, как в Китае, например, по 20 там рублей, да, по 30 рублей, и брать количеством, потому что в Китае много людей заказывают, и, соответственно, большая выручка, здесь, конечно, накрутка большая, и вот этого ценника очень высокий, в Китае, спокойно можно купить, купить бытовые какие-то, также, приборы, да, я не знаю, там, стиральные машинки, очистители воздуха, пылесос, все это намного дешевле, я привезла с Китая несколько бытовых приборов, и еще буду привозить, потому что, ну, блин, честно, разница большая. Большой выбор еды, мне кажется, что я это уже говорила, разнообразие еды, большой выбор еды, классный плюс, и мой один из любимых плюсов, это жизнь поумная, муха, многие говорят, что в Китае нужно оставить логику, да, возможно, в поведении китайцев не всегда можно найти какие-либо логические цепочки, но, если мы говорим именно для жизни в Китае, для жизни, как вот обычной бытовой жизни, да, там, как вы просыпаетесь, завтракаете, едете на работу, возвращаетесь, именно такой обычной жизни, да, обычных, обычных наших жизненных действиях, если мы говорим, то это, конечно, все сделано по уму, все сделано для вас, все сделано для того, чтобы вы жили именно эту жизнь комфортно, чтобы вы понимали, что, чтобы жить, не нужно тратить очень много денег, чтобы наслаждаться жизнью, так же не нужно тратить очень много денег, в Китае очень комфортная жизнь, вот, поэтому путешествуйте, прилетайте в Китай, я много где была, и мне очень нравится азиатская, вообще, азиатская культура, и именно вот китайцы, и их взгляды на жизнь какие-то, вот, и самый, наверное, главный вопрос, вернусь ли я в Китай, конечно, я вернусь в Китай, мне сложно, я так долго об этом мечтала, в России достаточно тяжеловато пока, что мне лично адаптироваться, я все еще не могу уложить в своей голове, какие-либо простые базовые вещи, как, например, почему я должна платить дороже, если я знаю, что это стоит копейки, почему труд, не труд именно, да, а почему так же, там, тот же клининг, который я заказывала, вы можете посмотреть, об этом в предыдущих влогах, такой дорогой, и так далее, в общем, очень-очень-очень много вопросов, на которых нет ответов, вот, так что да, я вернусь, просто какое-то время я побуду здесь, и потом обязательно вернемся в Шанхай, все, пока, спасибо за просмотр, с вас лайк, комментарий и подписка.